Сервисы кикшеринга увеличили штрафы до 150 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения и своих правил информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. За некорректную парковку самоката грозит штраф 500 рублей. За поездку с пассажиром – 5 тысяч. За передачу самоката ребенку – 10 тысяч рублей. За проезд по пешеходному переходу, не спешившись с самоката – 1000 рублей. За управление в пьяном виде и причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя – от 100 до 150 тысяч рублей. Закладка судов и спуск на воду стали доброй традицией для предприятия на Сухой Самарке. Еще в сентябре прошлого года судостроительный завод и государственная транспортная лизинговая компания подписали контракт на строительство и поставку трех судов. Сегодня на базе предприятия прошла закладка киля первого полноформатного сухогруза класса «Река-море» для работы как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Это судно сможет перевести около 6 тысяч тонн всевозможных грузов, например, зерна, леса, металла и угля, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. Глава Кировского района Игорь Рудаков выступил перед Советом депутатов с отчетом за прошлый год. Он рассказал, что в прошлом году комплексно благоустроили шесть придомовых территорий. Благодаря губернаторскому проекту содействия улучшили пять дворов. Провели 180 мероприятий с участием активных граждан, пишет телеграм-канал района. Администрация железнодорожного района рассказывает о ходе работ по обновлению бульвара на улице Чернореченской. Завершился первый этап ремонта подземных коммуникаций. Произведен монтаж теплосети в районе дома номер 12 по улице Чернореченской. Была осуществлена замена большей части трубопровода. После полной замены подземных коммуникаций планируется обновление дорог, тротуаров освещения. Комплексное благоустройство бульвара на улице Чернореченской проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». 31 мая в России отмечается День соседей. Раньше было принято дружить целыми домами, чаще общаться с соседями. Но сегодня жители стали разобщены. Важен ли принцип «хороший сосед лучше дальнего родственника»? Администрация промышленного района приглашает принять участие в небольшом опросе, чтобы понять, как изменились отношения между соседями и важно ли их сегодня сохранять.